Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие зрители! Хотела к вам сегодня выйти в эфир красавишной, навести прическу, но у меня сломался фен. А поговорить с вами и рассказать мне есть, что вот руками держу телефон, тоже стойку была лень, лень делать, короче, прицеплять к стойке телефон, потому что стойка тоже у меня не очень этот самый, как мне сын говорит, калечная, стоечка для телефона, вот купила дешевую стоечку, и поэтому вот она калечная. Короче, все у меня, все вроде не заладилось, без прически, стойка плохая, ну ладно, зато у меня другие новости хорошие. Вот, и у меня вчера продалась картина на ebay. С ebay я все еще разбираюсь, сегодня вот муж придет, и дело в том, что мне нужно его присутствие, буду звонить в Нью-Йорк на счет карточки Пайонир. Вот я вам говорила, что я никак не могу с Пайонира снять денежки. Вот, и дозвонилась мальчику, который курирует, у которого контакты именно по Пайониру, он сказал, что Пайонир в принципе, в принципе работает в Беларуси, и можно некоторые магазины обслуживают эти карточки. Вот, нужно просто приходить и пробовать рассчитываться этими карточками. Но дело в том, что я сделала запрос на вывод, получается, денег из Пайонира на карточку Сбербанка, и они ушли куда-то эти денежки, и назад они на карточку Пайонир не пришли. Вот, и теперь надо дозваниваться в Нью-Йорк и спрашивать, где мои деньги, верните мои деньги. Вот, ну это я все сделаю. До сих пор я была занята своими растюхами, и прям, ну настолько у меня было не было времени. И уже доработалось до, не знаю, наверное, до какого-то там, не знаю, какого-то состояния, ну не прединфаркта, но то, что у меня сердце давит, это точно. То есть перенапрягла свой организм. И помните, я вам разговаривала про трудоголизм, что трудоголизм это очень плохое качество, вот, хотела сказать хорошее, плохое качество, потому что ты не можешь остановиться от работы. И ты чувствуешь, что тебе плохо, а ты все равно работаешь, работаешь. И вот я сегодня прилегла, думаю, буду лежать, потому что не буду вставать, потому что мне, вот, чувствую, что организму плохо. И я, а другая часть моего мозга мне сверлит и говорит, Надя, как там, там же цветы, там же цветы погибнут. Ты что, ты же собиралась там кашпопа расставлять, ты же там, ты же на сегодня вот это наметил, у тебя же цветник вот намечен, не прополок будет. А вот завтра же у тебя уже другая работа намечен. А как же, как же ты лежишь? И вот вечное вот это вот сверление, вот этого, выедание мозга самой себе от того, что я не успела сделать, сделать какую-то работу. Короче, у трудоголика происходит постоянно. Трудоголики не умеют отдыхать, и это очень плохо. И даже когда организму плохо, все равно ты стараешься что-то делать, работать, работать, работать. И вот сегодня я чувствую, что физически работать, хотя я пошла уже поковырялась, и уже села вам даже видео снимать. Смотрю, мои ногти грязные, думаю, блин, надо пойти хоть ногти отмыть, а то в видео буду такая красавица сидеть. Короче, побежала ногти мыть, отмыла ногти. И понимаю, что вот сейчас еще досажгу пару кашпо, их расставлю, потому что к красивым всяким хвойным композициям очень красиво еще, красивые цветочки в кашпо. Вот это сделаю, и сегодня буду заниматься именно вот выяснением всяких дел с пайониром. Вот, короче, вот такие у меня делишки. И что? Продалась моя... Ну, вид у меня, конечно, сегодня, ну, вообще ужас. Простите меня, пожалуйста, что-то у меня ни прически, ни... Как-то совсем я, совсем я плохо смотрюсь в кадре. Надо вот так вот, надо подтянуть личико и вот молоденькой-молоденькой быть. Вот, ладно. Ну, это я дурачусь, люблю я дурачиться. Вот, значит, сейчас покажу, что у меня продалось. Сейчас. И показываю свою картину. Это Тоскана, Италия. Солнечный итальянский день. Поле с подсолнушками. Картина у меня написана на холсте в технике импаста. Это такая текстурированная, получается, выпуклая техника. Очень я люблю эту технику за то, что ее можно потрогать, то есть посозерцать. Не только, значит, глазами увидеть, но и руками пощупать, потрогать. Очень хочется в такой технике еще и провести руками. Вот смотрите, по лавандовому полю. Какое оно текстурированное, правда? Красивое лавандовое поле. И посмотрите, какие крыши, яркие крыши у итальянской деревушки. Ну и сейчас я покажу сами подсолнушки. Подсолнушки прям настолько текстурированные, что кажется, они выпрыгивают из картины. И прям такие сочные, красивые лепесточки заставляют нас останавливать свой взгляд на этой картине и рассмотреть каждый подсолнушек по отдельности. Яркая картина. Хотя, когда я ее писала, я, может, не очень была довольна. А сейчас вполне, вполне довольна. Мне очень она нравится в картинах. Вот. Отправляю ее в США. Вот. И еще что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я на ebay вот в эти два месяца вообще не работала. Я не вылаживала ни одной новой картины. Потому что я занята своим участками. Мне просто некогда, абсолютно некогда заниматься рисованием. Потому что все-таки мой питомник, питомник декоративных растений, который у меня есть, он меня кормит. И поэтому я занимаюсь ими. И растения ждать не будут. Вот картины могут подождать, правда? Потому что картину ты можешь через месяц нарисовать. Через два. Ничего страшного. А питомник не подождет, растения не подождут. И у каждого растения там свои сроки пересадки, обработки, там черенкования и так далее. Вот. Вот такая, короче, картинка у меня получается. Но у меня еще есть еще одна тоскана. И я подумала, а почему бы ее не прорекламировать для своих зрителей, которые находятся у меня на канале. Вот эта картина, которая продана, это картина на холсте 30 на 30 сантиметров. Вот эта картина, это 40 на 40. И если здесь поле из подсолнухов, то вот здесь у меня маковое поле с маками. И это тоже итальянский пейзаж. Тоже очень красивая нежная картина в таких нежных-нежных тональностях. Тоже та же техника импаста. Сочная, с такими вот красивыми яркими мазочками. И цену я на нее ставлю 90 долларов без пересылки. Поэтому, если кто-то из вас, дорогие мои зрители, захочет приобрести эту картину у меня, пожалуйста, вы можете написать мне в сообщениях, и мы с вами договоримся, как произвести оплату. И вот, вот такая картиночка красивая. Такое красивое-красивое небо без одного облачка. И прям вот Италия, Италия, Италия. Я, кстати, в Тоскане была, я путешествовала. Вот так она сделана, видите, на той стороне, по бокам она тоже прокрашена, как бы продолжается тон в тон картины, вот с одной стороны и со второй стороны. То есть тут продолжается как бы тот же самый пейзажик. Вот так. Поэтому покупайте, не стесняйтесь. Да, покупай и торопись, налетай на живопись. Так. Ну, радостно. Мне эта картинка тоже. Мне эта картина очень греет душу. Я рисовала ее прошлым летом. Как-то в две вместе одну Тоскану нарисовала, ну, и потом вторую Тоскану нарисовала. Ну, так бывает, знаете, одна картина иногда продается и тянет за собой вторую картину. Вот. И раз еще у меня рядышком стоит картина, то прорекламирую свой еще букетик. Тоскана у меня, кстати, написано маслом, а вот здесь картина написана акрилом. Тоже абстрактная, очень-очень красивый абстрактный фон на холсте. Вот такой. И красивый абстрактный букет с ромашками, маками. Немножко настурцией тут нарисовано у меня. То есть вот такой вот красивый букетик. Тоже эта картина на холсте. Тоже у нее получается вот так вот бока расписаны. И тоже она в эквиваленте 90 долларов. Поэтому, если вы хотите купить такую картиночку, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Пишите в своих комментариях. Ну вот, немножко и для художников информации, потому что художники мне все время пишут. Когда же будем там стримы проводить по художеству? Но пока не получается, дорогие мои, не получается у меня. Но вот видите, хоть чуть-чуть какой-то информации про свои творчества я показала и рассказала. Так что пишите мне, пожалуйста. Очень жду от вас обратной связи. Она для меня очень важна. А сейчас я показываю. Меня на пруду расцвела кувшиночка. Кувшиночка еще только начинает показывать свои листики. Пока она маленькая. И пока я с вами болтала, она уже даже сложилась назад. То есть она где-то в часов 5 вечера, она закрывается снова. Но все равно, как бы, самое первое кувшинка для меня обозначает, когда расцветает самый первый цветочек кувшинки, для меня он обозначает, что лето пришло. И это очень-очень радует. Стоять сейчас у нас очень теплые дни. Прям даже жаркие. Я не очень хорошо переношу жару. Но жарко это лучше, чем холодно. Вот немножко я показала пруда. Ну все, мои дорогие, пока-пока. Ждите моих следующих видео. И пишите. Жду, жду, жду. И немножко для художников заставочка, которые любят рисовать ирисы. Вот. Со всех сторон проведу. Может, кому-то понравится, и кто-то нарисует картину именно с моего стоп-кадра. И вот еще чуть-чуть красота. Продолжение следует... Продолжение следует...